Девушки отдыхают 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 Ну а теперь давайте приступим уже, собственно говоря, как, почему и зачем. Ну, хочу напомнить вам, что основатель нашего института принц Александр Петрович Альденбургский. Ну, об этом, наверное, вы уже наслышаны. Об Альденбургских я вам расскажу чуть позже, когда мы дойдем до зала, посвященного принцу Альденбургским. И расскажу, откуда они взялись, чем они занимались и чем они знамениты, кроме создания каких-то таких важных институтов. Ну, и так, вы, я так понимаю, все медики и примерно представляете, что страшные болезни, они достаточно долгое время выкашивали во многих странах населения. Ну, вот вам информация о военно-медицинском музее, о Валетной-2, знаете, такой? Ну, вы люди приезжие, да? Вот, ну, если у вас есть время, то я вам очень рекомендую в этот музей сходить. Там неделю назад открылась выставка, посвященная чуме, вот именно чуме. Так что, если будет у вас возможность, сходите. Ну, вот, многие болезни были бичом разных государств в разные времена. И встает вопрос о том, чтобы находить какие-то способы лечения заболеваний. Вот, XIX век, это прорыв во многом отношении. И вот тот прорыв, с которым связано создание именно нашего института, это замечательный совершенно способ лечения водобоязни по методу Луи Пастер. Да, на самом деле он Пастер, но просто нам произносить так не очень удобно. Создает Пастер свой институт во Франции. И к нему обращаются с просьбой, метод его распространить по всему миру. Ну, потому что, если вас укусила бешеная собака где-нибудь в Западной Сибири, то доехать до Парижа не очень-то просто, да? И вот, не было бы счастья да несчастье, помогло одного из офицеров конногвардейского полка, шефом которого был Александр Петрович Арбенгусский, укусила бешеная собака. И принц решил совместить вот такое печальное событие уже с внедрением метода Пастера у нас в России. Он посылает офицера во Францию лечиться у Пастера, посылает с ним двух медиков из конногвардейского полка, из того лазарета, для того, чтобы они вот этот метод борьбы с водопоязнью перенесли к нам сюда, в Россию. Пастер был необычайно любезен, вылечил офицера и даже для того, чтобы легче было внедрять вот эти самые прививки, по своему способу отправляет своего племянника к нам. Значит, вот на три месяца для того, чтобы наладить эту работу. И в лазарете конногвардейского полка, ну, если вы хоть немножко город Санкт-Петербург представляете, и представляете, где у нас Исаакиевский собор, вот там недалеко от этого места как раз квартировал конногвардейский полк. И вот там открывается первая станция по лечению водопоязни. Ну, вот можем гордиться, первая в нашей стране. От нее уже, как огонечки, по всей стране вот такие пастеровские станции создавались. Ну, и вот, казалось бы, уже проблема одна решена, но принц Александр Петрович Альденбургский достаточно широко мыслит, он понимает, что болезней неизлечимых много. И он ставит свои задачи создать институт, который будет заниматься именно заразительными болезнями. И вот открываются институты экспериментальной медицины. Ну, я так понимаю, что вас водили по территории института, немножко что-то рассказывали, показывали. Ну, принц выкупает два участка, это были в основном земли, где находились дачи. И вот он выкупает два бывших дачных участка, и сначала институт располагался, вот не строили для него корпуса. Тогда сначала решили добиться каких-то, какого-то продвижения в научной части, а потом уже строить помещение. И вот первые несколько лет размещались в особняках нашей отделы, изначально их было шесть. Но уже с того момента, как институт начал разрабатывать новые методы, то есть пошла отдача, тогда уже можно было говорить о финансировании из казны. И вот как только наш институт переводит уже совсем другой статус, он становится императорским институтом экспериментальной медицины. То есть это уже совсем другое дело, это другое финансирование, совершенно другой размах. Институт становится намного шире, отделы начинают ветвиться, как положено, от основных направлений отделяются какие-то дополнительные. Ну и давайте мы с вами познакомимся с первым директором нашего института, Эдуард Леонард Шперк. Это человек, который одновременно с тем, что был директором нашего института, он был директором Калинкинской больницы. И занимался он, как тогда говорили, сиферидологией. Вот это был самый большой специалист в этой области. Ну и вот там вы смотрите, пожалуйста, фотографии, это из журнала Нева, вот изначально институт наш выглядел так, это, так можно сказать, первое издание. Ну и если вам любопытно, я думаю, что вы все наслышаны об Иване Петровиче Павлове, вот на фотографии внизу слева, третий слева в первом ряду, Иван Петрович, там он страшно недоволен, он вообще ужасно не любил фотографироваться, поэтому на фотографиях принимал такой независимый вид абсолютно. Вот этот цилиндр нахлобучил поглубже, принял независимую позу, значит, фотографируется. Вот, ну, опознали Павла? Ну, он вообще довольно легко узнается. Вот, дорогие друзья, значит, я вам сказала, шесть отделов первых было создано, и вот в таком состоянии шесть отделов институт просуществовал до середины 90-х годов. Потом, конечно, начались изменения, отделов стало намного больше, ну, вот, к сожалению, Эдуард Леонард Шперк не очень долго был директором нашего института, он скончался от рака, и следующий директор – это Лукьянов, вот его портрет. Не буду, естественно, вас мучить, про каждого директора рассказывать не буду, потому что вот история наших директоров – это две довольно толстые книжки, пересказывать не буду. Поэтому давайте мы с вами сейчас, с вашего позволения я пройду туда вперед, а вы аккуратненько просачивайтесь. Вот тут на этих три клинах, которые посетили пистолет, расположены книги, которые либо написаны были сотрудниками нашего института, либо это их личные книги, и вот они, если вы посмотрите. Когда трубку большая, все не приходится. Люди регулируют движение, наверное, мы уже движим. У нас музей, в общем, очень большой, в чем-то мемориальный. Вот этот зал, в котором мы находимся, он посвящен такому золотому веку нашего института, то есть, в общем, революционный период. Вот, вот, по временному промежутку, это не самый большой период, но тем не менее, это становление института, это такие, в общем, в то время, когда институт набирал обороты, когда он стал действительно необходим, важен, ну и когда сложились основные направления деятельности. Вот немножечко мы с вами сейчас поговорим о такой проблеме довольно любопытной. Сейчас мы об этом вспоминаем, в общем-то, как-то мало. Женское образование. Я вам хочу напомнить, что очень долгое время вообще женское образование у нас сильно отставало от мужского. Какие были, где можно было учиться? Ну, были гимназии, которые барышни заканчивали, а вот что дальше? А вот дальше, собственно говоря, ничего. Петербургу в этом смысле повезло, потому что у нас были и Аларчинские курсы, и Бестужевские. Вот на эти курсы старались поступить, потому что это следующий шаг к какому-то высшему образованию. А вот что касается институтского, то с этим было очень плохо. И вот только, наверное, какие-то изменения в общественном сознании середины века 19-го приводят к тому, что появляется мысль о том, что необходимо высшее образование для женщин в медицинской сфере. И, ну, вы знаете, что первый институт, который у нас в Петербурге, это женский медицинский институт. Сейчас-то университет имени Павлова медицинский. А как до этого? Вот те дамы, которые хотели получить медицинское образование, они уезжали. Причем, что самое удивительное, уезжая за границу, уезжали не во Францию. Казалось бы, Франция такая свободолюбивая страна. В общем-то, там женщины довольно рано начали получать высшее образование. А вот ехали вовсе даже не во Францию, а чаще всего в Германию. Потому что немцы более практично относятся, какая разница, какой полустудент. Полустудент был бы он действительно настоящим студентом и толковым специалистом. Поэтому ехали в основном в университеты немецкие. И получали там очень хорошее медицинское образование. А вот что дальше? Вот он диплом, вот она степень, а вот где работать? В основном оставались за границей. Потому что здесь мало очень было возможности себя как-то применить. Ну и вот в этом смысле Александр Петрович Альденбургский, он тоже был человеком весьма прогрессивным. Он начал брать дам на работу. Причем дам совершенно потрясающих. Одна из первых у нас появляется Надежда Карловна Шульц, ученица Роберта Коха. Она у нас вела в институте бактериологические курсы, 28 выпусков сделала. В общем, так что пользу она принесла достаточно большую. Ну и потом появляются у нас сестры Шумовы. Обратите, пожалуйста, внимание, вот это Шумова-Симановская, а вот это вот ее сестра Зимбер-Шумова. Ну почему двойные фамилии? Это, так сказать, была такая возможность. Можно было при выходе замуж либо взять фамилию мужа, либо к своей девичьей фамилии, фамилию мужа присоединить. Вот сестры Шумовы поступили таким образом. Муж Надежды Олимпиевны был достаточно известным экономистом и марксистом. Вот, ну вот, к сожалению, вместе с супругой в Россию он не вернулся, он умер в Германии. Так что вот Надежда Олимпиевна работала в Варшаве. И работала она у довольно известного биохимика, у маркела Менского. Когда Эльденбургский приглашает Менского сюда на работу в ВМ, то он, естественно, Менский прихватил свою любимую ученицу, и она оказалась в Петербурге. А Шумова Симоноская была личным ассистентом Ивана Петровича Павлова. Вот, она, хотя умерла очень молодой, но написала несколько работ, которые были очень востребованы, на которые опирались еще потом не одно десятилетие. Вот, так что вот такие вот дамы. Ну, потом, как вы понимаете, со временем дам становилось все больше и больше. Ну, вот это вот первые ласточки, совершенно замечательные и очень умные женщины. Обратите, пожалуйста, внимание, фотографии тут такие красивые ласточки. Значит, вот вопрос финансирования науки, да, мы сейчас с этим сталкиваемся очень серьезно. Как у нас все было в институте организовано? Кроме того, что мы получали дотации от, так скажем, из бюджета, да, от казны, но институт зарабатывал очень неплохие деньги. Ну, вот, вот эта вот фотография нам напоминает о том, что у нас в институте был создан так называемый гигиенический отдел. Тогда сильно развивали дезинфекционное дело, и вот у нас в институте читали курсы для военных дезинфекторов. Поскольку все, что связано с военным ведомством, это означало достаточно хорошие деньги, вот эти деньги, которые перечислялись в институт за курсы дезинфекторов, это все шло на развитие науки. Ну, и спасибо, нужно сказать, замечательному человеку, Симону Дзержговскому. Человек этот достаточно известный, потому что вот те методы дезинфекции воды, то есть озонирование, хлорирование и обработка ультрафиолетом, это все связано именно с ним, с Дзержговским. И если вы пойдете в наш Санкт-Петербургский музей воды, то вам, так сказать, о нем, может быть, даже пару слов скажут. Вот они про него мало что знают, хотя все основное, что было связано с очисткой воды, связано именно с именем этого человека. И более того, по его проекту в Царском селе, в Царском селе были? В Пушкине? Ну, может, вот. Вот там, в Царском селе была построена биологическая станция очистки источных вод. То есть замкнутый цикл, это вот тоже разработано Дзержговским. Так что, видите, во всех отношениях институт такой довольно интересный. Ну, Иван Петрович Павлов, я вам не буду рассказывать про рефлексы, про все прочее. Я думаю, что это вы все знаете прекрасно. Вот, расскажу то, что, так скажем, больше какой-то человеческой стороне жизни Ивана Петровича Павлова. Хочу вам напомнить, что он был сыном священника. И поскольку он сын священника, то он получил образование довольно специфическое. Он закончил духовную семинарию. И вот это человек, который выбирает, естественно, научный факультет для того, чтобы учиться. То есть медицинский. А как ему туда поступать? Ведь он не знает этих наук. Самое страшное, что в семинарии не учили математики, а тут вступить на экзамен математика. Ну, вы знаете, что если человек нацелился поступить в институт, он найдет возможность, как это сделать. И вот Павлов додумался. Он подает документы в наш Санкт-Петербургский университет. Как вы думаете, на какой факультет? Ну, подумайте, чтобы математику обойти, значит, нужно что сделать? Нужно найти какой факультет, где чего нет? Математики. Да нет математики, да, вступительного экзамена. Абсолютно верно. И вот он выбирает юридический факультет. Подает туда документы, блестяще сдает все экзамены, а потом пишет прошение на высочайшее имя с просьбой перевести его на естественно-научный факультет. Университетское начальство посмотрело результаты вступительных экзаменов. Все прекрасно и дало добро. Так вот, Павлов не один так схитрил. Его братья, которые за ним поехали из Рязани, там в семье было четыре сына, они поступили точно таким же образом. И поймали только последнего. И то пальцем так погрозили, потому что братья Павлова, в общем, люди были достаточно хорошо образованные и хорошо известные. Брат Дмитрий – ассистент Менделеева. А брат Виктор, если бы не погиб рано, то он стал бы достаточно известным гистологом. Но вот, к сожалению, Сергею не повезло из-за того, что в семье произошло братоубийство. Сергей вот такой невольный свой грех замаливал, и он стал священником. И принял потом приход отца. Братья приехали перед Рождеством в Рязань к родителям, пошли на охоту. И самый младший Сергей провалился в яму. И вот эти великовозрастные балбесы не сообразили, сунули ему ружье, чтобы его вытащить. А он, вылезая, зацепил курок. И Виктор прямо в живот выставил. Так что вот такая была трагедия. Вот. Ну, Павлов человек совершенно потрясающий. Он потрясающий своей целенаправленностью. Потому что он, если бы не выбрал именно научную такую работу, то он был бы, наверное, ну, как о нем говорили, хирургом не хуже Пирогова. Но, дорогие друзья, если вы еще не получили Нобелевские премии, медали, то можете посмотреть, вот здесь как выглядит Павловская. Можете подойти, посмотреть. Можете сейчас, можете потом. Я вам, естественно, дам свободное время, чтобы вы могли посмотреть. Ну, а сейчас я вам хочу показать вот такую бутылочку. Вот. Я не кусаюсь, подходите. Значит, это сохранившиеся. Вот такие вот бутылочки разливали желудочный сок. У нас в институте была так называемая фабрика желудочного сока. Значит, ну, вот смотрите, жили собаки. Вот наверху это собачник. Вот на той территории, где у нас современный наш корпус, да, где дирекция и все прочее, когда-то на этом месте был собачник. Вот. Жили собачки. Вот средняя фотография. Это так собаки ходили по территории. У них была, в общем, достаточно большая компания, которая их обслуживала. Видите, как их выгуливают? Вот. И обратите, пожалуйста, внимание, как эти собаки выглядят. Это не такие собаки, как сейчас по улицам бегают. Вот это совершенно другой вид. Булгакова читали, собачье сердце. Помните, там, да, без водолаза не обошлось. Так и тут, в общем, тоже собаки броничьей 30-х годов выглядели довольно любопытно. Ну и вот она, фабрика желудочного сока. Собаки стояли в станке. Вот у них, так сказать, желудочный сок. Потом собирали вот такие вот бутылочки. Это еще одна статья дохода нашего института. Желудочный сок вот так вот бутилировался и передавался в аптеке. Вот. Ну и с башней молчания вы уже знакомы. Я думаю, что вам рассказывали о принципах действия. Рассказывали вам про башню молчания. Не те, кто были тогда, частично. Да, ну давайте просто, чтобы всем было понятно, о чем речь. Это лаборатория, которая была построена для Ивана Петровича Павлова. Ну давайте начнем с названия. Почему башня молчания? Ну, Павло ведь работал с собаками, да? Наверняка у кого-то из вас собаки есть. Вы знаете, любой шорох, любое движение, собака сразу реагирует. И если собака будет реагировать на все посторонние звуки, то эксперимент будет сорван. Поэтому нужно было создать идеальные условия для того, чтобы с собаками работать. И вот построили башню молчания. Вот на верхней фотографии. Вот она есть. С собаками работали на первом и на третьем этаже. Второй этаж, там были комнаты сотрудников. Вот если вам будут рассказывать, что уникальное, неповторимое, нигде такого нет, это не совсем правда. Потому что когда разрабатывали проект башни молчания, то помощник Ивана Петровича Павла, Евгений Александрович Ганек, и он ездил в Гаагу, где была, в общем, похожая такая лаборатория. И основные принципы той лаборатории, постройки ее, вот были перенесены на нашу башню молчания. Вот построили ее в 1911 году. Использовалась она для экспериментов достаточно долго. Вот, ну, будете на той территории, если будете, то в это здание опознаете из красного кирпича. Ну, и, конечно, очень интересно, у нас всегда была выставочная деятельность в нашем институте, участвовали во многих выставках международных. Вот, ну, что выставляли? А вот все результаты, пожалуйста, тогда, знаете, не смущались и не готовились как-то, ну, специально для выставок. То есть все, что наработали, все и выставляли. Как бы это ни выглядело, может быть, странно, там, чучело собаки, какие-то пробирки, риторки и все прочее. Тем не менее, вот, всегда уж, как говорится, что есть, то и есть. Вот, ну, и здание нашей библиотеки. Библиотеки, я так понимаю, вот тоже были на экскурсии, но если не были, то пробегали. Ну, самый замечательный человек для нашей библиотеки, почетный библиотекарь, это, конечно, Василий Гаврилович Шаков. Вот его фотография, это человек, который взял на себя функции библиотекаря, и благодаря ему, вот, и библиотека наполнялась. Ну, у нас выходил архив биологических наук. Это издание нашего института выходило на двух языках, на русском и французском. Для чего нужен был вот такой двуязычный журнал? Потому что наш архив биологических наук рассылали в другие институты. И что получилось? Мы им присылали свой журнал, а они нам присылали свои журналы, в которых выходили их статьи. Таким образом, вот, происходил обмен, и, соответственно, набирали материалы по разным отраслям медицинских знаний. Вот, ну, есть у нас второй почетный библиотекарь. Вот только в этом году ушла с поста заведующей библиотеки, Татьяна Андреевна Смирнова. Она сделала не менее важную вещь. Она добилась того, что наша старая библиотека была отреставрирована, приведена в порядок. И вот восстановление вот этого красивого керамического портала – это ее заслуга. Ну и строительство новой библиотеки тоже. То есть вот два человека, которые для института сделали очень много в плане такой хорошей базы книжной. Ну и здесь я вам еще хочу показать материалы. Очень важная у нас в институте была лаборатория. Особая лаборатория, где производились вакцины и северники. Тут немножечко придется такое уж, простите, сделать небольшое отступление исторического плана. Ну, я думаю, что вы наслышаны о северной войне 1700 года. Помните, Петр I объявляет войну в Швеции. Вот благодаря этому, так сказать, отвоевали в ходе военных действий старый Новгородский торговый путь. То есть вот земли Приневские. В 1703 году создается город Петербург. И город Петербург должен был быть преемником Пскова и Новгорода, как торговый центр. Ну а такие города всегда нужно защищать. Вот со стороны Ладоги наш город защищает крепость Орешек, а с другой стороны водная гладь достаточно большая – Финский залив. И в 1703 году закладывается крепость, Кронштадтская крепость. Ширина Финского залива, самой узкой части, 25 километров. И нужно было построить Кронштадтскую крепость таким образом, чтобы не пропускать врага. Там один естественный остров, Котлин, где город Кронштадт находится. А вот все остальные мелкие острова, они насыпные, на ряжевом основании. И строили их достаточно близко друг к другу, поднимали. Почему? Потому что артиллерия русская тогда была не очень скорострельная и не очень дальнобойная. А нужно было таким образом все организовать, чтобы простреливалось все ширины Финского залива. Ну и вы понимаете, что с развитием артиллерии часть вот этих вот укреплений Кронштадтской крепости, они не были востребованы. Ну вот уже к 20 веку артиллерия была настолько дальнобойная, что два форта береговых перекрывали как раз подходы к городу Петербургу. Ну и вот такой один из вышедших укреплений, форт Александр I, был в начале 20 века, его отдали нашему институту. Для того, чтобы там организовать вот эту вакцинно-сыворочную лабораторию. Форт Александр I или чумной форт, как этот форт начали называть. Вот, работали там, вот там видите, лабораторное помещение, создавали вакцины и сыворотки. Для того, чтобы там проводить такую сложную работу, пришлось, конечно, много что изменить. Ну, одно дело укрепление военное, а другое дело лаборатория. Ну и, к сожалению, хочу вам сказать, что было там два печальных случая. В 1904 году погиб Торчинович Вожникевич, ну, лабораторная чума, это всегда опасно, да. Вот, и чуть позже, в 1909 году, погибает Михаил Федорович Шрайбер. Ну, вот тогда вот, к сожалению, пришли в действие два раза кремационные печи. Ну, кстати, вот прах Торчиновича Вожникевича в нашей библиотеке хранится. Может быть, те, кто ходили, вот, может быть, вам показывали дурно. Это как хорошее напоминание о том, что люди отдавали свои жизни за других людей. Вот, ну и хочу вам рассказать одну историю. Так, она уже не очень серьезная, по-моему, сейчас немножечко расслабитесь. Есть у нас такие, так называемые, черные следопыты, которые суют свои носы куда не стоит. Вот, ну и поскольку форт Александр Первый, до него можно все-таки добраться, вот появился... Чего? Если хотите, я могу вас подменить, если у нас... Нет, не надо, уже не надо, все, спасибо. Вот, и... А где вы все рано? Значит, вот один такой черный следопыт забрался, там, бродил по форту Александр Первый нашел вот эту вот ампулу, вот, не нашел ничего умнее, как вывесить в интернете объявление продаю чуму. Ну, угадайте, с трех раз, как быстро его нашли, вычислили, значит, потребовали, чтобы ампулу он отдал. И вот тут мы начали бороться с Кронштадтским РУВД, значит, они поняли, что это наша ампула, вот, они говорят, это ваше, значит, вот, вскрывайте, проводите исследование, если хотите, потом в музее можете сохранить. Мы говорим, это наше, но вскрывать мы ничего не будем. В общем, идея была какая, мы хотели, чтобы нам эту ампулу передали нетронутой, то есть вот в таком вот виде, а, так сказать, господа из определенных органов нам этого не разрешали. В общем, подписали миллион бумаг, потом этот миллион еще раз ксерокопировали, пару раз еще раз подписали, и вот, значит, мы ждем торжественного привезения нам ампула. Назначен день, звонок в дверь, мы с руководителем музея Ере Павловичем Бойликовым, значит, трепетно открываем, я открываю дверь, и, знаете, вот так вот глаза, ну, обычно смотришь, вот, да, вперед, глаза упираются в пряжку ремня, я так поднимаю голову, поднимаю, что человек где-то выше, значит, шкаф, а на лестнице темно от них, их там несколько таких, вот, и только в середине нашелся человек в штатском, который оказался самый главный. И вот мы, значит, с ним все вот эти вот, уже, так сказать, договаривались, какие-то подробности передачи, там еще подписали кучу бумаг, ну, все, наконец-то состоялось, и тут он делает потрясающие вещи. Вот передача ампула, он засовывает руку в задний карман брюк, и просто вот так вот ее достает. Вот как он не боялся, я не знаю. Ну, вот, да, это при наличии вот этих вот шкафов. А дальше мы торжественным маршем с этими шкафами дошли вот до этой витрины, торжественную положили, закрыли, все, хранится. Все. Вот такие вот бывают истории в наших буднях музейных, казалось бы, да, что там. Ну, давайте потихонечку переползать в следующий зал. Значит, господа очень уставшие могут присесть. Не очень уставшие придется постоять. Второй зал – это время довольно тяжелое, 1918-1945. То есть это и время разрухи, и две войны. Как вы понимаете, для нашей страны это было не самое простое время. Не самое простое время это было и для нашего института. Но, как вы понимаете, после революции раздробились. Кто-то уехал, кто-то остался. Достаточно долгое время непонятно было, выдержит наш институт или не выдержит. Но институт устоял. И нужно сказать огромное спасибо замечательному писателю. Максиму Горькову, знаете такого, да? Это человек, который создает замечательное бюро. Потому что он понял, нужно заботиться не только о художниках, о литераторах. Как-то вот с новой властью договариваться о сотрудничестве и так далее. Он понял, что ученых нужно спасать еще в большей степени. Потому что наука должна быть и наука должна двигаться. И вот благодаря стараниям Горького создается так называемое ЦИКУБУ. Центральное бюро по улучшению быта ученых. Причем, что самое ценное в этой организации, это то, что они не кидали какие-то лозунги. Лучшим быт советских ученых. Решали в каждом конкретном случае, что нужно для того, чтобы человек, данный конкретный человек, работал по своей специальности и приносил пользу. Вот вам пример с Павловым. Когда пришли к Павлову и спросили, что вам нужно для того, чтобы вы могли работать нормально, он сказал, в первую очередь, корм для собак. Потому что гибли экспериментальные собаки. И вот постепенно, решая в каждом конкретном случае проблемы, наладили сотрудничество ученых и новые власти. И вот наш институт «Устояв» получает совершенно замечательное название. Мы довольно долго назывались «Институт экспериментальной медицины имени Горького». Из уважения к этому человеку. Если вам где-то вот это попадется, не удивляйтесь. Вот это связано именно с тем, что благодаря Горькому тогда многие институты устояли. Ну вот поскольку мы говорим о нас, то вот в первую очередь мы. Достаточно долгое время тяжело очень налаживался быт института, потому что, напоминаю, гражданская война. Во время гражданской войны у нас работал на территории института госпиталь. В полную силу после гражданской войны заработал гигиенический отдел, потому что нужно было налаживать и подачу чистой воды. Нужно было думать о расчистке города, о том, что бытовые отходы вывозились. То есть нужно было в первую очередь город содержать в чистоте и порядке. То есть вот решали такие проблемы, наш институт в этом тоже, естественно, принимал участие. Ну а так работали лаборатории. Постепенно стало понятно, что институт как-то входит в новую колею, появляются новые кадры. Было такое замечательное движение, и название, может быть, вам знакомое – «Красная профессора». То есть складываются постепенно не те старые кадры, которые были до этого, а появляются совершенно новые ученые, в основном члены Коммунистической партии. Но это было такое явление в 20-е, в большей степени в 30-е годы. Появляется молодежь, появляются какие-то новые направления. Ну и такой самый главный человек в институте, потому что это человек, который долгое время работает, Иван Петрович Павлов. Ему в основном принадлежит вот такая вот роль человека весьма независимого. Долго рассказывать не буду, но дело в том, что к этому времени он человек очень заслуженный, он академик, он лауреат Нобелевской премии, и он получил в 1904 году. А кроме того, это человек, который защищен вот такой броней, человека с очень твердой позицией. И он никогда не боялся защищать других. Что вы знаете, в 30-е годы, особенно в конце 30-х годов, были аресты, были репрессии. Так вот, Павлов в этом случае никогда не молчал. Если кого-то из сотрудников его отдела или другого отдела арестовывали, он не боялся звонить, просить, объяснять и аргументировать, почему этого человека нужно вернуть обратно. Сразу вам скажу, не всегда, но иногда удавалось отвоевать авторитетом Павлова, его каким-то нажимом. То есть, понимаете, это человек, который сделал, ну, я уж не буду говорить об его научном вкладе, но просто по-человечески, для того, чтобы какие-то нормальные были отношения, он сделал очень много. Но 30-е годы, к сожалению, вторая половина 30-х годов зацепила институт довольно серьезно. Многие, очень многие были репрессированы. Мы вот сейчас как раз и занимаемся, наш музей, чтобы восстановить полный список. Ведь когда человека арестовывали, его личное дело изымали. И мы зачастую даже не можем составить список потерь вот тех лет. Вот, ну, мы знаем только какие-то единичные случаи. Вот, ну, и хочу вам напомнить, что в 30-е годы, в начале 30-х годов для нашего института происходит одно существенное изменение. Вообще, 30-е годы это время, когда в нашей стране было такое укрупнение всего на свете. И вот додумались до того, что институт экспериментальной медицины должен превратиться во всесоюзный институт экспериментальной медицины с главным центром в Москве. Ну, а мы стали ЛФ, то есть Ленинградский филиал. Это было сделано, то есть основной институт перевели в Москву. И задумано было довольно любопытно. Вот там вот на стенде, в уголочке, посмотрите, было 8 проектов создания такого научного городка. Ну, вот у нас там только часть проекта. Значит, как это должно было выглядеть? На Москварике должны были быть построены корпуса. Корпуса лабораторные, корпус, в котором находилась бы огромная научная библиотека, конференц-зал большой. То есть это городок, в котором и работали бы, и жили, что там предусмотрены были и дома для сотрудников, и школы, и, как тогда говорили, не говорили, детские сады, очаги. То есть вот такой вот замкнутый, в общем-то, городок. Вот, но все это дело как-то дотянулось до начала Великой Отечественной войны, а потом эта затея рухнула, потому что после окончания Великой Отечественной войны там уже нужно было не что-то новое создавать, а удержать то, что осталось. Ну, и так, Великая Отечественная война. Ну, вот если вы на эти фотографии посмотрите, вот там вот разруха нашего института. Значит, сразу вам скажу, что у нас практически все мужчины, сотрудники института уходят на фронт. И институт остается, институт работает, и многие сотрудники института, кто остались, они просто переселились в институт. Почему? Потому что корпуса были старые, с печным отоплением, и на территории института сохранилось много дровяных и всяких прочих сараев. И вот это вот все деревянное потихонечку разбирали, в печках сжигали, можно было обогреться. А кроме того, вода рядом, нефка. Вот, у нас с водой были большие проблемы, но я думала, что облака Денинграда вы все наслышаны, да, 872 дня. Вот, но наслышано-то наслышано. Вот как выглядит вот та самая пайка блокадная, наверное, представляете, и не все. Вот эта вот пайка рабочая, значит, на иждивенцев половину меньше. Вот это все на день. И ничего, работали, жили, писали научные труды, институт не стоял на месте. В основном, конечно, проблемы были те, которые диктовала война. Ну, вот если вы посмотрите наверх, там фотография не открытая. Ладно, извините, не открывается, я боюсь просто, что стекло хрупнет. Ну, если попробуете, отодвинуть, он подвигает в стороночку. Ну, ладно, она перекосилась. Вот, значит, там фотография Гаршина. Значит, он был главным патологоанатомом города Ленинграда во время войны. Можете себе представить, на что он насмотрелся? Вот, ой, спасибо большое. Вот. И, ну, я думаю, что фанилья известна. Дорогие друзья, в детстве читали сказку «Лягушка-путешественница». Да? Это его дядюшка Гаршина. Вот. А если кто-то из вас знает стихи Анна Андреевна Ахматовой, вот, то, может быть, и вспомнят очень много стихотворений, которые Гаршину посвящено. Ахматова собиралась за него замуж, но не вышло. Вот. Значит, ну вот у меня в руках работа ленинградских врачей, 42-й год. Ну, чем занимались? Проблема алиментарной дистрофии, да? Ну, понятно, блокада алиментарной дистрофии. Значит, занимались вопросами наложения различных повязок при разных ранениях. Занимались вопросами дезинфекции, занимались дезинфекцией, делали какие-то общие обзоры по поводу ситуации по эпидемиям в городе Ленинграде. У меня экскурсия позже. Вот. Так что, в общем, проблем было довольно много, и все эти проблемы постепенно решались. Вот. Ну, после того, как закончилась война, если хотите, мы можем колпак просто приподнять его, сфотографировать. Это мы просто убираем открыто. Вот. Значит, после Великой Отечественной войны в очередной раз в довольно трудной ситуации, но устоял наш институт, и приходит новый директор. Вот до войны был директор Мусайлян, приходит новый директор, фамилия Бирюков, он долгое время работал в Воронеже, он работал в Москве. Вот его присылает директор, что это, к нам. И с его появлением начинается новая струя в институте, за ним поехали многие его ученики из Воронежа, и появляются молодежи. Ну, вы представляете, да, ведь после Великой Отечественной войны вернулись очень многие обратно в институт, и, конечно, кадров не хватало. И вот появляется молодая сила, и в институте, конечно, стало все намного лучше, потому что институт в трудные времена справляется с проблемами, удерживается в очередной раз, ну, и дальше двигается. Вот. Дорогие друзья, я вам сразу скажу, что в следующем зале я вас мучить не буду. Устали очень? Почему? Переживем. Вот, значит, почему я про этот зал рассказывать не буду, объясню, просто вам там свободное время, чтобы вы к нему походили. Потому что, поскольку наш музей создавался к столетию, то вот в следующем зале изображена структура нашего института, вот как она была 26 лет назад. За эти годы много что изменилось, поэтому это уже не актуально, да, об этом рассказывать. Поэтому вы просто на проходе посмотрите, что и как, ну, я вам там просто покажу, это отдельных персонажей, достаточно известных людей. Ну, вот, посмотрите, кажется, вот он, человек, который удержал наш институт, Митрий Андреевич Бирюков. Вот, это нам тут знамя передали, мы страшно гордимся. Тоже теперь такой музейный экспонат. Вот, ну, и хочу обратить ваше внимание, конечно, знак человека, достаточно известного, Михаил Валентинович, воин Иисенецкий. А его отца вы наверняка знаете много, знаменитый епископ Лука. Слышали о нем? Вот, значит, у него было три сына, и все три сына медики. Значит, вот Михаил Валентинович работал у нас, Алексей Валентинович в Институте физиологии Российской Академии Наук, а Валентин Валентинович врач в Одессе. Вот, так что вот, воины Иисенецкие, медики достаточно известные. Ну, что? Все подняли? Вопросы, да. Хорошо. 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 Дух. Переводите дух, отлеплечивая. Все подняли? Да, ну, когда мы стащили, ставили. Ага. Ну, все. Я завтра промерил, вот, а он ждал добро на установку. Он сказал, ну, если ты готова сидеть, по-моему, да ради Бога, у нас тут порядок. Мне было бы место не надо. Кусок хлеба и два конфетра. Кому не нравится, пусть и нас. Ну, там пройти все, можно? Пройти бы. Так, все, пояснили. Попейте еще, не так же. Спасибо. Куда? В Антарктиде? Ну, я спрошу, у меня есть ребята знакомые. Я спрошу. В срочном порядке. Хорошо. Хирургов в срочном порядке в Антарктиде ни у кого нет? Хирургов. У нас вообще музей, конечно, совершенно замечательный, потому что мы тут люди, ну, сразу скажу, такие немножко сумасшедшие. Каждый по-своему. Ну, в общем, в целом, работать очень интересно. Вот сейчас я буду долго и нудно рассказывать про Альденбургских. Готовьтесь, пожалуйста. Ну, там нам уважаемые туристы присоединятся. Значит, дорогие друзья, как вы, я думаю, уже догадались, это макет территории нашего института. Ой, сейчас я возьму какую-нибудь ручку. Спасибо. 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 Это у библиотеки, как-то был вчера. Тишина. Башни молчания. Так, кто у меня тут кусочек хлебушка отбивает пальчиками где-то? Я просто продолжаю то, что вчера было. Ага, сейчас я расскажу, не волнуйтесь. Значит, дорогие друзья, я вам хочу показать просто, чтобы вы представляли. Я вам сказала про архив биологических наук. Ну, вот просто вот вам том принесла. Ну, вот смотрите, какая красота была. Это просто за один год переплетали вот так вот для удобства. Можете полистать, можете вот первую страничку открыть на двух языках. Вот, смотри. Сразу на двух. Да, да. Вот, удобно, правда? Вот. Ну, выходили это все небольшими оттисками, а потом за год вот так собирали, переплетали, и поэтому вот в библиотеке, ну, и у нас тоже здесь хранится. Что вы хотели, надо, в чем акцентировать внимание по макету? Нет, я просто показывал библиотеку, в которой мы вчера были, где башня молчания. Ага, все понятно. Значит, дорогие друзья, для того, чтобы разобраться с макетом, где и что, значит, такое небольшое предисловие. Значит, вот на вот это все, пожалуйста, не обращайте внимания. Это к нашему институту не имеет никакого отношения, это корпуса заводские рядом с нами. Ну, вот так получилось, что нам на макете изобразили. Значит, когда спрашивают, где бы мы находимся сейчас, я всегда делаю такой красивый жест и говорю, а вот там вот девушка у нас очаровательная стоит, в желтом виде джачке, вот примерно там, Каменосовский проспект, это место, где мы находимся. Вот мы в этот макет не вошли, в нашу территорию. Это тоже. Вот, ну вот кусочек, да, кусочек тут отрезан. Значит, как разобраться на макете, что было, что стало, и на чем сердце успокоилось? Значит, тут все довольно просто. Вот из темного дерева это те постройки, которые были на этой территории, когда покупают участки Принц-Альденбургский. То есть это вот бывшие дачные постройки. С этого все началось. Потом следующий материал, который здесь на макете используют, это светлое дерево. Мы поговорим сейчас о каждом. Это то, что строилось уже непосредственно для института. Вот первый этап существования институтский. Ну, а вот этот вот пластик, который сверху прикрывает, это уже современные постройки. И вот чем удобно такое использование таких материалов? Вот вы потом, когда обойдете, может быть, вам с той стороны видно, под пластиком старые постройки. То есть вот можно посмотреть, что заменило современное здание. Что было до этого. То есть можно посмотреть, как корпуса росли, вот в этих случаях, как они менялись, как формировались. Ну, конечно, вот этих вот изначальных построек не осталось. А начался институт-то вот с этого здания. Это особняк Михайцевый. Вот отсюда. Вот именно здесь располагались изначально все шесть отделов, да еще и научная библиотека, аж целых 500 томов. Все было там. Всего-навсего. А потом постепенно начинается строительство, все разрастается. И первое здание, которое построили для нашего института, вот он, отдел биохимии. Вот замечательный архитектор Франц Логенович Миллер. А почему именно такого архитектора пригласили, так сказать, известного в какой сфере? В сфере как раз построек лаборатории. Потому что одно дело строить осадняк, дворец, другое дело библиотека, больница, лабораторный корпус. И нужен был человек, который прекрасно понимал, что такое именно лаборатория. Какие должны быть вентиляционные отверстия, как нужно планировать внутреннее пространство, на что делать акцент. Поэтому вот человека, который имел опыт такого строительства, и пригласили. А потом у нас работал в институте очень известный архитектор, вот, так сказать, в узких кругах, потому что это архитектор, который был и техником, и архитектором, Григорий Ипполитович Люцидарский. Вот его таланту мы как раз обязаны вот этой совершенно потрясающей нашей библиотекой, в которой вы были. Старое строение. Вот. Ну, что еще вам хочу добавить, да? Береговой корпус. А вот это вот клиника кожных болезней Синягина и Чекалевой. Архитектор Барановский, 1906 год. У нас там история произошла такая очень... нехорошая, потому что во время освящения, вот тот день, когда было освящение церкви, вот видите, купол, да, значит, там в любом учреждении, там в институте, в больнице обязательно должна была быть церковь. И вот у нас такая была на освящении. Это было торжественное мероприятие. Присутствовали члены императорской фамилии, естественно, принц Альденбургский своей супругой. И вот там произошел один из террористических актов. Это было в то время, когда господа террористы охотились на Столыпина. Но вот Столыпин не приехал на это мероприятие. Вместо него приехал городоначальник фондер Лауниц. И господа террористы убили его. Была там такая довольно любопытная история. Значит, один из террористов смог каким-то образом пробраться на это закрытое, можно сказать, мероприятие. Застрелил фондер Лауница и застрелился сам. Когда попытались установить его личность, не смогли, потому что господа террористы с собой документов не носили, никаких меток на одежде не было, ничего. И это была загадка очень надолго. Как положено, значит, на две недели выставили его тело в морге для опознания, никто не опознал. И вот тогда поступили довольно своеобразным образом. Отрезали его голову, отправили, значит, на кафедру судмедэкспертизы. А потом об этом забыли. Эту голову долго, раз мы ее изучали, как голову знаменитого бандита Леньки Пантелеева. И правда-то выяснилось, много лет спустя, когда СССР Савенков опубликовал свои воспоминания, и там вот из этих воспоминаний стало ясно, что СССР по фамилии Красильчиков, по кличке Адмирал, вот питал страшную ненависть к фондер Лауницу за разгон студенческих демонстраций, вот поэтому он его убил. Вот тогда только, много лет спустя, и стало все известно. Так что вот такой у нас, видите, наш институт связан еще и с такими событиями. Вот, ну и если возвращаться уже снова, так сказать, сюда, то обратите, пожалуйста, внимание, значит, вот видите, тут такие есть столбики, и вот сразу вам скажу, что... Ой, а можно вас попросить приподнять на несколько? Вот, значит, смотрите, дорогие друзья, вот когда-то вход, вот видите, аллея идет, с угла Павлова, и вот здесь вот были проложены специальные рельсы, по которым передвигалась клетка. Если бы к нам приводили собаку, например, у которой было подозрение, что она бешеная, то ее прямо вот здесь загружали в клетку, и по этим рельсам отправляли вот в эту часть института, где находились ветслужбы. Вот, так что, в общем, такая вот была любопытная подробность. Ну и, значит, смотрите, вот все вот эти корпуса старые, они были постепенно перестроены, и вот помните, я вам говорила, что во время Великой Отечественной войны дожигали, вот как раз вот и дожигали вот эти вот постройки, вот они ушли в печки. Вот все, что было вот здесь, это снос 1967 года, когда вот стали уже задумываться о том, что здесь будут какие-то новые корпуса. Вот эта вот непонятная лепешка, видите, даже так вот трудно форму установить, это когда-то у нас был пруд. Во время войны туда попала бомба, и после войны этот пруд засыпали, а вот точно какой он был формы установить не удалось, поэтому так весьма условно. Вот, так что вот, видите, восстанавливали. Про Павловский отдел. Павловский отдел. Значит, Павловский отдел, что именно вы хотите? Ну, чтобы был построен в разные годы, здание отельной галереи, там. Хорошо, начнем с этого. Ну, как вы понимаете, вот изначально Павловский отдел, как один из первых, он тоже находился здесь в особняке Михальцевой, а потом, вот видите, прямо в стенку в стенку начинают строить новый корпус физиологического отдела. Причем, нужно сказать огромное спасибо, потому что, в общем-то, эта постройка была на благотворительные деньги. Точно так же, как и Башня Молчания. Когда в 1911 году проект ее разработали и воплотили, то это деньги, которые перечислены были Леденцовским обществом. То есть, в общем, это не институтские деньги. Ну, и галерея, да, вот она у нас удобная для того, чтобы можно было работать. Вообще, постройка Башни Молчания – это очень любопытный такой проект. Когда-то вокруг находился ров. Значит, вот землю использовали для звукоизоляции, засыпали в перекрытие. И вот так вот вокруг вот этот ров и находился. Зачем он был нужен? Для того, чтобы гасить колебания. Ну, как теперь говорят, дело в том, что здесь был когда-то не асфальт, а брусчатка вот на этой дороге. Ну, и вот вроде как колебания почвы тоже мешали. Поэтому вот, значит, ров, соответственно, получилось, что Башня Молчания, она вообще находится как бы на острове. Вот за счет этого колебания были погашены. Ну, в общем, вот, по крайней мере, таким образом рассказывают. Ну, и мы с вами знаем, что у нас есть так называемая аллея ученых. Вот она, да, где шесть бюстов находится. Вот рядом с отделом физиологическим там в ряд Декарт, Сеченов и Павлов. Ну, тут логика понятна, да? Значит, помните, что Декарт первый поднимает вопрос вообще о том, что такое рефлекс. Вот мы когда учились, как, не знаю, как сейчас, у нас в учебниках была замечательная картинка. Человек сидит у костра, протянув руку, огонь руку обжигает, и вот, значит, подбежал в голову сигнал, обжегся. Вот, это вот такое вот первое появление. Ну, и потом, вы помните, работа Сеченова, ну, и такое логичное завершение этой темы, это, конечно, работа Ивана Петровича Павлова. Вот, к 1935 году создают вот эту аллею ученых, потому что этот год ознаменовался очень важным событием – Международный конгресс физиологии. Еще очень долгое время так получилось, что советские ученые были отрезаны от, так сказать, участия в международной жизни научной, потому что до революции общались совершенно спокойно, переписывались, там, так сказать, ездили на какие-то международные мероприятия. А вот тут вот после того, как у нас в стране происходит изменение строя, то, конечно же, уже все было по-другому. Вот произошла, так скажем, некая национализация науки, то есть пошли своим путем, вот, и что творится на Западе, в общем-то, может быть, и не всегда представляли. Это раньше, знаете, там, прорыв во Франции, значит, сразу, допустим, становится это все известно и в Англии, и в Германии, и в России, и это позволяет шагать дальше, то есть вот шли как-то так, не считаясь, где какое открытие сделано, а потом вот началось какое-то, так скажем, соревнование. И вот физиологический конгресс, это тот самый знаменитый конгресс, на котором Павлов получает звание старейшего физиолога мира, и, конечно же, нужно было не ударить в грязь лицом, нужно было показать институт с лучшей стороны, нужно было показать город, ну и мы достойно представляли страну. Приехали ученые из многих стран, всем, в общем-то, тоже было любопытно, что тут происходит в этой странной стране. Вот, поэтому размах, конечно, у мероприятия был очень большой, и резонанс тоже был достаточно серьезный. Вот тогда вот, для того, чтобы облагородить наш институт, такие вот были довольно любопытные скульптурные изменения. Ну вот появляется эта аллея ученых, наш фонтан со змеями знаменитый, это скульптор Беспалов, тот же скульптор, который, он еще и архитектор, он создавал колтожский комплекс. Ну и вот тогда появляется и вот этот вот памятник, памятник собаки. Вы туда подходили к памятнику собаки, видели, да? Вот я почему Булгакова вам вспомнила, что без водолаза не обошлось. Тело в том, что этот памятник вот именно бездомной собаки тех времен. Потому что после революции многие люди, которые покидали нашу страну, они не всегда могли своих любимцев с собой взять. И породистые собаки очень часто оставались без присмотра. Поэтому к 30-м годам, намешавшись вот эти благородные крови, намешавшись на улице, вот образовали такое очень любопытное явление, как бездомная собака 30-х годов. Они очень похожи были на собак благородных. То есть вот кинологи, когда в окоп нашего памятника ходят, они просто облизываются, значит, там, вымеряя чьи уши, чья грудь, чей хвост и так далее. Так что вот это реально совершенно по проекту Беспалова и по одобрению Ивана Петровича Павлова этот памятник у нас построен. Ну и я думаю, что вы когда ходили вокруг башни Молчания, то вы обратили внимание на крошечный фонтан-поилку. Это 1936 год, замечательный скульптор Рассадин. И помните, там сюжет незамысловатый, одна собака, другой зализывает рану. Но что это такое? Это фонтан-поилка, когда вот эти собаки Павловского отдела, принадлежащему жили на территории института, вы знаете, собакам нужно много пить. Вот чтобы у них была чистая водичка, вот им такой фонтанчик соорудили. Сейчас у нас пойдут реставрационные работы, и вот эти все подводные системы водоносные к этому фонтану тоже будут приведены в порядок, и он снова заработает. Очень бы хотелось это увидеть. Вот, теперь я вас буду мучить альбинбургскими, не расслабляйтесь. Без этого не могу, чтобы вам было понятно. Так, с этим понятно? Вопросов нет?